Для Надежды Крюковой главная роль в фильме дебют. Позади непрерывные съемки по 12 часов в день. Ее героиня – артистка, которая отправляется на фронт, чтобы выступить перед советскими солдатами. Вот у тебя есть любимый человек. Вот для него и бой. Его себе представляй. Фильм рассказывает о работе фронтовых бригад во время Великой Отечественной войны. С концертами и спектаклями уральские артисты выезжали поддерживать боевой дух советской армии. Нашлось место и любовной истории. Я никогда не участвовала в таких масштабных съемках. Конечно, это первое впечатление, когда меня одели в прекрасное платье, очень легкое. И оно было очень тоненьким. И я кружилась на холоде. Вот на таких машинах, которые тогда называли полуторка, артисты в годы войны выезжали на передовую. В съемках задействованы реальные артефакты того времени. С помощью этого грузовика ЗИС-5 вывозили людей из блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера. Вот и в этот раз с помощью легендарной машины удалось вытащить из сугроба застрявший внедорожник. Живописные места региона стали самой масштабной площадкой для съемочного процесса. В лесах и полях села Никольского сняли сразу несколько эпизодов. Много моментов происходит и в другой локации, историческом особняке 19 века. От этих людей очень много зависело. То, что мы говорим, поднятие боевого духа или в принципе глоток чего-то родного, свежего, забытого, домашнего на передовой. Как этим людям было страшно. Как им было трудно делать свои выступления. Сценарий фильма «Агитбригада» основан на реальных событиях. В его основу легли истории уральских артистов, драмы и комедии, которые выступали на передовой. Не обошлось в фильме и без художественного вымысла. История интересна не темой. История интересна не историческим контекстом. История интересна не соответствием тому или иному времени. История интересна прежде всего за счет динамики сюжета, развития событий и нашего подключения к этому герою. А оно случается тогда, когда на площадке замечательные артисты, которые могут заразить свои эмоции зрителя даже через экран. Агитбригада стала совместным проектом частного универсального театра Екатеринбургской компании VNT Agency и музыкального комплекса. В работе участвовали педагоги и студенты Екатеринбургского театрального института. Команда работает интересная, неравнодушная. Для меня это вообще самое важное, когда люди, с которыми мы что-то создаем, они неравнодушны к тому, что они делают. Когда не с первого дубля, когда делаем столько, сколько нужно. И вот это я увидел в этом проекте. Позади большая работа по монтажу картины. Премьера короткометражного фильма «Агитбригада» пройдет в День Победы на телеканале ОТВ.